На берегах Черезовских прудов в микрорайоне Дашково-Песочня прошел ежегодный школьный праздник-конкурс «Чистые пруды». Казалось бы, что здесь особенного, но учащиеся общеобразовательных школ в очередной раз пришли навести порядок на берегах, расположенных недалеко от их учебных заведений прудов. Между тем, благодаря их инициативе, поддержанной наставниками и учителями, в Рязани появилась муниципальная целевая программа по охране городских водных объектов. Акции «Чистые пруды» проводятся уже пятый год подряд. В этом году в ней приняли участие четыре школы – 59-я, 62-я, 63-я и 72-я. Мероприятие было организовано по инициативе детско-юношеского центра народных рязанских промыслов «Рязанский оберег». На торжественном открытии праздника были даже депутат областной думы Андрей Глазунов и депутат Рязанской гордумы Владислав Фролов, а также заместитель начальника управления благоустройством и дорожного хозяйства администрации Рязани Ольга Свинцова, префект Октябрьского района Виктор Двойнин. Акция очень полезная, естественно, которая в итоге переросла уже в муниципальную программу по очистке прудов. Этот пруд непосредственно через Рязанский уже очищался и будет дальше тоже глубокая очистка его производиться. Мы надеемся на гораздо больше, естественно, внимания городской исполнительной власти, которые нам в этом помогают и сейчас. Но хотелось бы гораздо большей помощи для того, чтобы это место внесли в парковую зону и побольше все здесь благоустроили для местных жителей. Конечно, объем мусора огромный, весь его убрать не получится. Вот этот гаражный кооператив, вы можете его снять, у нас мусорит, мы обязательно оштрафуем. Ну, хотелось бы, конечно, призвать, в первую очередь поблагодарить тех ребят, которые мусор убирают сегодня и призвать еще раз всех вязанцев не сорить, потому что мы любим свой город, хотим, чтобы он был чистый и красивый. А если все будут сорить, то никаких социальных и коммунальных служб не хватит для того, чтобы убрать этот мусор. Команды школьников соревновались в том, кто быстрее и чище уберет свой кусочек берега. Шли в зачет также униформа, плакат и девиз, с которым ребята вышли на акцию «Чистые пруды». Победу одержала школа 59, а проигравших, конечно, не было. Каждая команда получила сладкие подарки и пригласительный в Ледовый дворец. Мусора много сегодня собрали? Да, собрали много-много, попадает из стекла. Всяких пивных и очень много курив здесь, это уже понятно. Мы хотим, чтобы наши пруды стали чистыми. К тому же мой флагический класс. Да, хотим делать чистый пруд, чтобы все было у нас чисто, аккуратно. Чтобы люди не сорили. Я хотела бы пожелать нашим взрослым, чтобы они брали пример с нас, тоже убирали, ходили на субботники и оставляли наш город, нашу область, нашу страну в чистоте. А ведь стоит прислушаться к подрастающему поколению и задуматься в следующий раз, оставляя после себя мусор. Ну а детям, которые своими руками убирали берег прудам, вряд ли впоследствии бросят обертку или фантик мимо урны. И хорошо, когда любовь к природе и к своему родному городу прививается с самого раннего возраста.